На востоке Соединенных Штатов растет число жертв сильнейших снегопадов или бури века, как ее окрестили в стране. Уже два десятка погибших. Движение парализовано. Закрытый аэропорт, у них ходит общественный транспорт. Жизнь замерла. Коммунальщики не справляются с таким количеством снега. Но в районе Вашингтона они получили неожиданную помощь. С места событий наш СОПКОР Анатолий Лазарев. Сообщения о жертвах стали приходить почти сразу после начала снежной бури. Переохлаждение, сердечные приступы при расчистке огромных завалов, но в основном ДТП. В одной только Вирджинии полиция за сутки более трех тысяч раз выезжала на аварии. В этих краях редко кто ставит на машины зимние покрышки, поэтому любой гололед и снегопад становятся смертельно опасными. Водитель этого, догорающего на обочине автомобиля, потерял управление фактически на ровном месте. На трассах многокилометровой пробки. Власти Нью-Йорка, поняв, что не справляются со снегопадом, пошли на экстренные меры и вовсе запретили людям выезжать из дома. Крупнейший мегаполис США, в котором жизнь кипит круглосуточно, словно заснул. Сегодня с 2.30 и на неопределенное время в Нью-Йорке вводится запрет на передвижение. Все автомобили, которые не задействованы в расчистке улиц или спасательных операциях, не имеют права выезжать на дороги. Вот уже несколько дней закрытые аэропорты Нью-Йорка, Филадельфии и Вашингтона. Отменено более 9 тысяч рейсов. Многие пассажиры оказались не готовы к такому повороту. Я прилетела на переговоры. У меня только компьютер, телефон и больше нет ничего. Как ветром сдуло, в буквальном смысле, и правительственные самолеты. И лайнеру министра обороны Картера. Он пытался приземлиться на базе ВВС Эндрюс под Вашингтоном, возвращаясь из Швейцарии. И вице-президента Байдена, летевшего из Турции, пришлось в последний момент менять маршрут. Их перенаправили во Флориду, дожидаться летной погоды. В столице США закрыты почти все магазины, рестораны, учреждения. Еще в пятницу перестали работать метро и автобусы. Движение возобновится не раньше следующей недели. Машины у меня нет, а общественный транспорт не ходит. Мне пришлось идти сюда пешком 6 километров. Для здоровья полезно, но больше так не хочу. Буря века. Так называют в местной прессе природный катаклизм на восточном побережье США. 85 миллионов человек. Четверть населения страны в зоне бедствия. В 11 штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации. В некоторых районах Вашингтона выпало больше 80 сантиметров снега. Столько в столице США редко бывает за всю зиму. Гриффин один из тех, кто теперь без лопаты и с дома не ногой. Я хотел откопать машину, но понял, что снег идет быстрее, чем я расчищаю. Но я пошел в магазин, купил вина и сыра. Готовлюсь зимовать. Видимо, это надолго. Привыкший к русским зимам Александр Овечкин, пользуясь тем, что матч его команды Washington Capitals из-за непогоды перенесли, решил помочь соседям. Сейчас возьмем топливо для снегоуборочной машины и почистим дорожки соседям. Все равно делать нечего. То есть вы хотите помочь другим людям, потому что у вас сегодня отменилась игра? Да, может быть. Немногим. Вокруг дома. Сто процентов. Вы волнуетесь из-за снега? Нет, мы из России. У нас постоянно такое происходит. От слов Овечкин быстро перешел к делу. Такая помощь его соседям точно не помешает. Ведь американские коммунальщики изо всех сил стараются разгрести хотя бы центральные дороги. Но не всегда успевают. Если проехать местами еще все же можно, то вот пройти это, как правило, уже проблема. Разве что только на лыжах. Я, например, сейчас на тротуаре. Острых ощущений добавляет еще и ветер. Иногда его порывы, по оценке синоптиков, достигают 60 км в час. Для любителей зимних видов спорта сейчас раздолье. Полиция пока снисходительно смотрит на сноубордистов и водителей снегоходов, развлекающихся на дорогах. Более того, с Капитолийского холма теперь можно кататься на санках. Власти временно сняли этот запрет. Не понимая, куда подевались все люди и машины, на опустевшие улицы целыми стадами стали выходить олени. А в интернете невероятно популярным стал ролик из национального зоопарка. Обычно флегматично и полусонная панда Тянь-Тянь резвится в снегу. Американские жители канала превратились в один сплошной прогноз погоды. И пока он не радует. Снег прекратится, но в ближайшие сутки около нуля и солнце днем, а ночью минус 14. Восточное побережье США теперь ждет ледниковый период. Особенно это пугает вероятные жители штата Нью-Джерси, которых не только завалило, но и затопило. На океане начался шторм. И к рекордному снегопаду в прибережных городах добавилось еще и наводнение. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Роман Гус. Первый канал, США. Анатолий Лазарев.